В заключении нашего первого дня у нас концерт. В этом году мы пригласили... Что? Телефон, мобиль. А, да, сейчас. В этом году мы пригласили в Ясную Поляну замечательную певицу. Она из Казани. Она поет русские романсы. Я смелюсь сказать, как никто. И вот приехала к нам впервые в Ясную Поляну с очень интересной, красивой, и, я думаю, что программа, которая ему всем понравится. Будет Лена Фролова сегодня. То есть мы решили так, что сегодня концерт Юлии Сиганчиной с участием Лены Фроловой, а после завтра будет концерт Лены Фроловой с участием Юлии Сиганчиной. Чтобы вам не было скучно. Вот просто так. Я вас всех прошу, отключите или выкручите, я не знаю, какой глагол, но в конце концов, что вы звоните, ваши телефоны не звонили во время концерта, потому что это немножко мешает. Все, я думаю, что можно пригласить наших артистов, да? Юлия Сиганчина. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, я, конечно, хочу поблагодарить за приглашение приехать сюда. Нет? Хорошо, все, спасибо. Спасибо. Для меня честь быть здесь, петь здесь для вас. Сегодня программу, которую сейчас я вам представлю, я могу назвать «Два века русского романса». Конечно, вы прекрасно понимаете, что за один час очень трудно рассказать всю историю русского романса. Для этого не хватит и дня, полного и двух дней, и недели. Но все-таки какими-то такими точками, какими-то акцентами по истории русского романса мы сегодня с вами пробежимся. В конце XVIII века романс обосновался в России, пришел из Испании. Я напомню вам, что слово «романс» было испанское. И когда средневековые музыканты Трубадуры стали петь не на латыни, а на своем родном романском языке, и о любви не к Богу, а о любви к живущим рядом, и о земных чувствах, вот тогда появился романс. В конце XVIII века он попадает в Россию, здесь обосновывается и получает бурное развитие, которое продолжается и по сей день. Есть один романс или песня, как угодно, который считается первым романцем в истории русского романса. Эта песня называется «Стонет сизый голубочек». Даже у Кушкина в домике огромный есть такие строчки, когда он описывает героиню. Она играет у меня на гитаре и пел «Стонет сизый голубок». Стонет сизый голубочек, Стонет он и день и ночь, Его миленький дружочек Отлетел далеко прочь. Он уж больше не воркует, И пшенички не уклюет. Все тоскует, все тоскует, И тихонько слезы льет. Все тоскует, все тоскует, И тихонько слезы льет. И тихонько слезы льет. Снежной ветки на другую Перевархивает он, И подружку дорогую Ждет к себе со всех сторон. Ждет ее, увы, но тщетно, Знать судил ему не так рог. Сохнет, сохнет непременно, Страстный верный голубок. Сохнет, сохнет непременно, Страстный верный голубок. Страстный верный голубок. Браво! Мы идем дальше. Золотой век в России, Золотой век русской поэзии. В то время романс и поэзия, Поэзия, великая поэзия До того века шли Не теснейшим образом, Шли рядом, существовали, Дружили. Что не скажешь о серебряном веке, И к нему еще вернемся, подойдем. Пушкин. Музыка Мерстовского. Это стихотворение у Пушкина переводное Из шотландской народной поэзии Вызывается «Ворон». Ворон к ворону летит, Ворон ворону кричит, Ворон, где б нам отобедать, Как бы нам о том проведать. Ворон ворону в ответ Знаю, будет нам обед. Там сорощей под ракетой Богатырь лежит убитый. Там сорощей под ракетой Богатырь лежит убитый. Кем убит и от чего Знает сокол лишь его, Да кобылка вороная, Да хозяйка молодая, Да кобылка вороная, Да хозяйка молодая, Сокол рощу улетел, На кобылку не друг сел, А хозяйка ждет милого, Не убитого живого. А хозяйка ждет милого, Не убитого живого. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно же, на стихи Александра Пушкина писали, И пишут до сих пор все, Потому что композиторы, Невозможно поддаться и скушением вам написать Роман за медвесину, А эту уже музыкальную поэзию. Следующий роман написан Яковлевым. Яковлев – лицеист, друг Пушкина. И когда Драгомышский услышал этот роман, Он сказал, дай Бог мне когда-нибудь Написать что-то подобное На Александра Сергеевича. Яковлев Пушкин слезал. Вчера, за чашей буншевою С гусаром я сидел, И молча с мрачною душою На дальний путь глядел. Скажи, что смотришь на дорогу, Гусарь мой вопросил, Еще по ней ты слабую Друзей не проводил. Груди, поникнув головою, Я скоро прошептал, Гусарь, уже нет ее, Со мною вздохнул и замолчал. Слезы повисла ресницы И канула в бокам. Дитя, ты плачешь от девицы, Стыдись, он закричал. Оставь гусару, Сердцу больно, Ты знать не говорила. Увы, одной слезы доволь, Чтоб отрухить бокал. Одно из самых популярных Стихотворений Александра Пушкина, Популярных я имею в виду у композиторов, Наверное, может быть, Самое большое количество Музыкальных версий существует Именно это стихотворение. Я спою сейчас не самую популярную, Как раз Дорогомышского, Который хотел написать Что-то подобное, Как предыдущий романс. Я вас люблю. Любовь еще, Брать может, В душе моей Угласла не слышу, Но пусть там У вас, Боже, не превожит, Я не хочу Печать вас, не чай. Я не хочу Печать вас сейчас. Я вас люблю, Безум, 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 Безнадежно Любим быть другим, как дай вам Бог, Любим быть другим. И еще один романс. И еще один романс на стихе Александра Сергеевича Пушкина. Это музыка уже Глинки. И написана эта песня, этот романс в стиле испанской серенады. И долгое время, я хочу вам напомнить, что долгое время музыка Глинки, испанская музыка Глинки считалась образцом испанской музыки даже в Испании. И сейчас послучит известная серенада «Я здесь на зиме». Я здесь сильная зиме Я здесь под окном Объяты северя И мраком и сном исполнен Отвагой, опутан плащом с гитарой. И шпага есть здесь под окном, Подъезд здесь под окном. Ты спишь, гитарой тебя распужу, Проснется ли старый мечом ложу, Шелковые петли к окошку привезь, Что медлишь, что медлишь, Уж нет ли соперника здесь, Уж нет ли соперника здесь. Я здесь сильная зиме Я здесь под окном Объяты северя И мраком и сном исполнен Отвагой, опутан плащом С гитарой шпага есть здесь под окном, Есть здесь под окном. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво! Михаил Юрьевич Нермантов Музыка Александра Марламова «Белет парус одинаковый» Белет парус одинаковый Белет парус одинаковый Белет парус одинаковый В тумане моря голубой Что ищет он в стране далекой Что кинуло в краю родной Что ищет он в стране далекой Что кинуло в краю родной Играет луны, ветер свищет И мачта гнется и скрипит Увы, он счастья не ищет И нет счастья не ищет Увы, он счастья не ищет И нет счастья не ищет Под ним струя светлей лазури Над ним луч солнца золотой А он метежный просит бури Как будто в бурях есть покой А он метежный просит бури Как будто в бурях есть покой Их проповедует Аплодисменты Аплодисменты Мы с вами немножечко продвигаемся во время вперед Сейчас стекла, которое было написано в театре Алексеем Константиновичем Толстым уже в середине XIX века, а романс Петровичом Чайковским он написан еще позже, уже в середине второй половины XIX века, «Среди шумного баба». Среди шумного баба случайно в тревоге морской суеты тебя я увидел, но тайно твои покрывали черты. Лишь очи печально глядели, А голос так дивно звучал, Как звук отдаленный свирели, Как море играющего. Мне стан твой понравился только И вес твой задумчивый вид, А смех твой и грустные звуки С тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи Люблю я усталый прилич И вижу печально глядели, Учим я слышу веселую речь, И грустно я, грустно так, Засыпаю в грозах неведомо, Сплю. Люблю тебя я не знаю, Но кажется, что... Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что это стихотворение поэзию Тютчева, Фета и Красова можно рассчитать своеобразным мостиком между золотым веком и веком и серебряным. Так как я сказала, что мы с вами продвигаемся. Сейчас прозвучат два стихотворения. Одно стихотворение Тютчева и два стихотворения Анаси Фета. Но вот сейчас два романса. Это современный романс поэзии 19 века, а романс музыка и композиции современных. Сейчас мы очень пригодны спеть для вас романс казанского автора, моего дикан Виталия Харисова на стихотворение Тютчева. Называется романс «Ангел» по освящению. Верния Харисова на стихотворение написано в памяти именам Дениси, многодавшим смертельям Дениси. 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 Да. Дениси. Ангел, где бы душа не дала, Ангел мой, ты видишь меня. Теперь пластик варенье Апанасия Федов. Первое – это тоже современное произведение, современный романс. Он называется «Романс – красота». Только встречу улыбку твою И взгляд уловлю твой от раны. Не тебе песнь любви пою На красе твоей ногами. Про певца по зарям говорят, Будто роз влюбленную тренью. Восхвалять безумочно он рад На душистой ее колыбе. Но безмолвствует пышно чисто Молодая владычица сада, Только песне нужна красота, Красоте живет песня. Браво! Среди романс и до-за вековriel, Так как все с Вот сейчас мы с вами потихонечку приближаемся к Серебряному веку. В Серебряный век, в эпоху Серебряного века история с романсами была совсем другая. Поэзия существовала, великая поэзия существовала в своем мире. И русский романс в своем. И очень редко когда они пересекаются. Почему так сложилось, не знаю. Сейчас создаются романсы на поэтов Серебряного века. Мы с вами в этом обретимся. Когда будет концерт по Графаровой. Тогда почему-то появилось название городской романс, салонный, бытовой. Но все это не соприкасалось с той великой поэзией, которая тогда появлялась. Конечно же. Вы сейчас услышите романс, написанный именно в это время. Новый стих я про Сефеда не обещала. Но в нем уже слышали вот эти интонации именно рубежа XIX и XX веков. Сеяла ночь, луной был полный сад. Сидели мы с тобой в гостине без огней. В рая был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. Как ветер от солнца нас за песнею твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая. Что ты одна любовь, что нет любви. И так хотелось жить, чтоб звуком не роняло тебя. Любить бы мне уплакать над тобой. Прошли годы томительные, скучные. И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь. И верит, как тогда, во вздохах этих звучных. Что ты одна всю жизнь, что ты одна любовь. Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки. А жизни нет конца, и цели нет иной. Как только вернуть в рыдающие звуки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, романс, который сейчас прозвучит, тоже переводной. Он пришел из Испании. Музыка Гуэрчия. Везде в сборниках идет такая строчка. Русский текст Медведева. Сохранился ли русский текст? Медведев, я не знаю. Это тоже переводный романс. Который очень популярный в России. Он говорил мне, будь ты моею, И стану жить я страстью сгорая. Прелесть улыбки, негово в ссоре, Мне обещают радости рая. Бедному сердцу так говорил, Бедному сердцу так говорил. Он не любил, нет, не любил, Нет, не любил, Нет, не любил, Ах, не любил меня. Он говорил мне, яркой звездою, Мрачную душу ты озарила. Ты мне надежду в сердце вселила, Сныла, молняя сладкой мечтой. То улыбался, то слезы лил он, То улыбался, то слезы лил он, Не любил он, нет, не любил он, Нет, не любил, Ах, не любил меня. Он обещал мне, бедному сердцу, Счастье, грозы, страсть и восторг. Нежно он клялся жизнью сладить мне, Вечной любовью и вечным блаженством. Сладкой речи сердцем сгубил, Не любил он, не любил он, Не люби меня, не люби меня. Конечно, все, кто интересуется, увлекается русским романом, знают имя Христа Мина. Даже те, кто не увлекается русским романом и не интересуется, все равно знают такой роман, например, «Дорогой ими», сейчас прозвучит другой роман, «Дорогой ими» «Я не могу любить». Не говори мне этих слов небрежных, взор не прячь, насмешливо стоя. Ошибся ты, нет чувств, нет мыслей ближних, случайным сном была любовь моя. Я с тобой раз мы встретимся, быть может. Но снова взор не брошу я любя, И сердце мне ничто уж не встревожит. Я не могу любить, я не могу любить, я не люблю тебя. Напрасно все, и взгляды, и улыбки, Они теперь невластны надо мной. К чему будить забытые ошибки? Зачем любить случайный сон пустой? Зачем любить случайный сон пустой? «Зачем любить случайный сон пустой?» Браво-браво! Все-таки мне хотелось спеть один романс, который, пожалуй, соединил русскую поэзию серебряную века с музыкой. Этот романс действительно стал популярным, звучит сейчас и поется, и принадлежит имперу Михаила Кузьмина. Романс это называется «Дитям и розам». Дитям не тянись весною за розы, розу и летом сорвешь. Ранне весною спирают фиамки, помни, что летом фиамок ушут. Дитя, торопись, торопись, помни, что летом фиамок ушут. Теперь твои губы, что сок земляненький, щеки, что розы клевят и дежурят. Теперь твои губы, что шелк золотистый. Дитя, торопись, торопись, помни, что летом фиамок ушут. Летом захочешь фиамок нарвать, а ну ж фиамок-то нет. Горько заплачешь весну пропустивши, но уж слезами ее не рушат. Горько заплачешь весну пропустивши, но уж слезами ее не рушат. Горько заплачешь весну, в pierденье ее не рушат. Я вначале сказала, что программа будет называться «Коловека русского романса» и «Столия», давайте сделаем еще один большой скачок, пропустив много замечательных романсов, много замечательных, интересных и трагических, и комических сюжетов истории русского романса. И я хотела бы встретить вам о романсах современных, написанных в наши дни, современные композиторы. Но это романсы тоже написаны в стиле, в стиле XIX века. И получается очень интересная история сейчас, когда мы хотим окунуться в XIX век. В частности, это очень слышно в кинематографе, когда идет речь о XIX веке, и композиторы пишут романсы, они пишут их в стиле XIX века, и мы это очень чувствуем, очень это понимаем. А те романсы, которые были написаны 100 лет, 150 лет назад, сейчас звучат очень современно. Вот такая интересная переключка. Романс современных композитов, московский композитор Шандер Кауш, На лепестках приятный слез, но я опять свидания жду, Ведь я одна из поздних роз, что расцвели в твоем саду. Я вся из красок сентября, из колдовских осенних чар, Горит, как поздняя царя, мой бледно-палевный муар. Но вот настал желанный миг, ты, наконец, меня сорвал. Среди свечей картин и книг меня поставил ты в бокал, Но вдруг рассудку вопряги, он час и в ночь уехал вдаль, И я ронял пустки, на тот порехал вдаль. Браво! Я услышала сейчас, что это, чьи стихи? Вы знаете, я не знаю, чьи стихи. Я искала долгое-долгое время. Есть подозрение, что это что-то из серебряного века, Если вы знаете эти стихи, или вдруг они вам встретятся, Скажите мне, пожалуйста, об этом. Правда, это долгий поиск, потому что эта песня, Этот роман стал взят из кинофильма. Был фильм, шел. Услышали этот роман, записали. Выучили, что музыка Шандра Калыша я знаю. Чьи стихи я... Буду очень благодарна, если вам с вашей помощью автор найдется. Еще одна стилизация, тоже 19 век, Но это уже такая стилизация, шутка. Романс Булата Куджавы, стихи, музыка Исаака Шварцен. Она писает тоже романс, песня, кинофильма о 19 веке. Женихи. В юности матушка мне говорила, Чтоб ты любви свое сердце открыла. Видно, другие пришли времена, Бедная, как заблуждалась она. Ах, нынче женихи Твердят лишь о богатстве Костры былой любви На веки в них погасы. На веки в них погасы И лишь один среди них Свангел в плоти. Но где его найти? Но где его найти? А у меня и душа Она почти из воска Податлива толка, Наивно, как березы Наивно, как березы Душа моя щедрят. Ну что, мама, щедрот Никто ведь не поймет Никто ведь не поймет С юности встретить Мечтаю о ныне. Друга представьте Я в каждом мужчине Я беззащитно Пред вами стою. Что же вы топчете Душу мою? А у меня душа Она почти из мозга Податлива тонка, Наивно, как березка Душа моя щедрот Ну что, мама, щедрот Никто ведь не поймет Никто ведь не поймет Нынче женихи Твердят лишь о богатстве Костры былой любви Навеки в них показали Но, видишь, один среди них Сама его в роте Но где его найти? Но где его найти? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- И лишь один из них сам был полотен, Ну где же, где, ну где его, ну где? И где же, где его, где? Ну где же, 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 И перед тем как пригласить Елена Пролова на эту сцену, Я хотела бы исполнить еще один романс и приоткрыть только завесу еще одну звучательную страницу русского романса. Это страница цыганского романса, потому что русский цыганский романс, они всегда шли бок о бок. И сейчас уже трудно достоверно точно сказать, какой романс цыганский, какой романс русский, потому что все переплевозит. Вот один из цыганских романсов. Зачем нас смешною ответим, обидев ласки, не оценя? Да разве без тебя на свете друзей не будет у меня? Субтитры создавал DimaTorzok Пой, извини, моя гитара, разговаривай. Пой, извини, моя гитара, разговаривай. Ты раньше был родным родного, дороже, чем отец и милая. Пришлось, как мне другая крова, тебя от сердца оторвать. Пой, извини, моя гитара, разговаривай. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И не отходя далеко, собственно, от истории цыган и цыганского романца, мы, как бы, не уйдём далеко и от романца, и от истории романца тоже, потому что имя Татьяны Толстой, чей романц мы сейчас хотим цепить несколько романцев с Юлей. Оно, во-первых, связано, конечно, с именем, которое озаряет вот это место, и, естественно, с цыганами, которых она всегда приличала в своём доме, защищала, и они всегда могли в неё найти приют, они очень любили, они, в общем, называли цыганской мамой, да? Насколько я знаю. Мы просто с Юлей делали такой вечер, посвящённый трагической судьбе этой потрясающей женщины, которая, к сожалению, вовремя погибла отрок уже красного террора в своей усадьбе. Вот на заре революции случилось, хотя никому ничего плохого она не делала, более того, писала и пела потрясающий романс. Почему? Вот несколько романцев Татьяны Толстой. И вот первый романс мы хотели бы посвятить, во-первых, этому замечательному месту, да, в Ясном Поляне. И вот в лице Галины, вообще всем людям, которые делают всё, чтобы это место целело, жило, да, чтобы оно нас радовало. И огромное вам спасибо, потому что мы знаем, что это труд благородный, бескорыстный и абсолютно такой беззавенный и преданный. Так что огромное вам спасибо, мы вам посвящаем вот это исполнение этой песни. Мы вышли в сад, чуть слышно трепетали, Последние листы на лимовых ветвях на лимовых ветвях и вечер голубой Исполненные печари бледнее на горах Мы молча шли, Задумчивых лучах И плакали кругом Печальные берёзы Встава за горой Туманная луна Мы молча шли, И накипались слёзы И дивной нежности Душа И бледнее Душа Спасибо огромное. Наверное, самый знаменитый роман с Татьяной Толстой, написанный на стихе Афанасии Фета «Я тебе ничего не скажу». И о том, что я путь отвержу, не решусь ни за что намекнуть. Целый день спят ночные цветы, но лишь солнце за рощу зайдет. Открываются тихо листы, и я слышу, как сердце пьет. И в больную усталую грудь. Ведь влагой ночной я дрожу, я тебя не встревожу и чуюсь. Я тебе ничего не скажу. Я тебе ничего не скажу. Спасибо. 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 Спасибо.